Добрый день. На седьмом в студии работает для вас Татьяна Милимко. Так и хочется сказать, если честно, здравствуйте. Это Новый год на седьмом. Ну, наверное, атмосфера располагает, праздничные дни. Естественно, хочется говорить о чем-то легком, приятном и все-таки напоминать вам о каких-то полезностях, которые могут пригодиться в жизни. Например, о том, как вести себя за столом, как сервировать стол, как общаться с людьми, что подарить на Новый год с нашей гостьей. Сегодня мы пообщаемся с Александром Казакевичем, основателем и ведущим педагогом в школе Красноречия Александра Казакевичем. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Начнем, наверное, с встреч, правильно? С застолья. Пускай будет так. Застолье — это все-таки способ как-то проявить себя, показать себя, говорить, но и при этом быть услышанными, естественно, и чтобы отношение к тебе улучшилось, возможно, да, если мы говорим о деловых каких-то встречах. В общем, все так скопом, на самом деле. Но мы всегда хотим понравиться. Хочется понравиться, да. Не важно, с какой мы стороны. Расскажите секрет. Или мы хозяин этого застолья, или хозяйка, да, или мы приглашенный гость, или это просто встреча деловая, светская, неважно. Все равно у человека, нормального человека, да, существует такое первостепенное желание нравиться. Проявить себя слушать. Ну, не зря мы прихорашиваемся, не зря мы наряжаемся. Но ведь эти праздники — это прекрасный способ и возможность. Да, поэтому с какой стороны мы будем подходить к вопросу? Со стороны хозяйки? Давайте бизнес, корпоративы, наверное, да. Вот приходит работник на корпоратив, да? На встречу. Так. Приходит на корпоратив на встречу. И что, его поведение? Или что мы... Да, да. Что он должен знать в первую очередь? Стиль его одежды, быть может. Как он должен себя вести? Должен ли он быть вызывающим? Или же он должен помнить о том, что без пяти двенадцать следует уйти? Ну, если это не руководитель, да, то приглашенный, то есть сотрудник, он должен понимать, что раньше руководителя он не имеет права уйти. То есть первым всегда уходит руководитель. Что касается стиля одежды, скорее всего, это диктует компания. Но если компания дресс-кода не устанавливает, то это мероприятие требует нарядного стиля одежды. Он называется смарт, да. Это, ну, смотря как обозначается эта вечеринка. Либо это коктейль, либо это фуршет, либо это там уже какой-то более высокий прием, да. Вот там вот дресс-код должен быть обозначен все равно. Либо это смокинги, либо это просто может быть даже деловой костюм, либо это платье в пол, либо может быть коктейльное платье. То есть здесь уже все формирует сама компания. Что это за приемы не устраивают? Либо это просто какая-то вечеринка такая, какая-то рядовая. Ну, то есть вот здесь вот регулирует уже руководство. А руководитель что должен знать? Что должен знать руководитель относительно... Поведения своего на корпоративе, например. Я понимаю, естественно, что это все общие какие-то советы, да. И у каждого человека сразу конкретизировать. Потому что, ну, одеться понятно, да, понаряднее, как мне как-то сказали, ну, наденьте что-то поприличнее. Дальше. Все-таки нужно договориться с алкоголем. Не позволять себе много пить. Ну, это я рекомендую как руководителям, так и сотрудникам. Потому что все равно на следующий день нужно будет как-то оправдать свое поведение. И почему я не рекомендую пить много? Потому что все-таки мы теряем контроль над собой. Можем позволить себе лишнее словцо. Можем позволить себе какой-то не очень хороший жест относительно других людей. Поэтому за этим нужно следить. Что касается того, как мы едим, да. Но это уже нужно погрузиться в столовый этикет. Как пользоваться приборами, как пользоваться салфетками и так далее. Мне будет легче отвечать на ваши вопросы, потому что это очень-очень общий вопрос. Вот кажется, на самом деле, ну, что здесь сложного? Сделал за стол, сидишь и ешь, да. Но на самом деле ведь где-то какие-то нюансы, которым мы не придаем значения, все-таки это значение имеет. И хочется это знать. Например, даже вот в алкоголе там, или как вилку какую взять, как засервирован стол. Давайте, например, поговорим все-таки там о том, какие блюда есть на столе, да, и какие тарелки есть, какими вилками пользоваться, в какой последовательности они расположены, для того, чтобы мы знали. Потому что чаще всего, даже те же корпоративы, они проводятся в ресторанах. В ресторанах, естественно, следует этикету. Давайте начнем с таких табу. Потому что мы думаем о том, как бы это съесть, да, но мы не думаем, как мы при этом выглядим сами. Все-таки этикет нужно соблюдать в этикете принцип эстетики. То есть все должно быть красиво, все должно быть эстетично. И я рекомендую в первую очередь обратить внимание на то, как мы сидим, чтобы не держать локти на столе, да, потому что мы часто можем заметить, что люди прямо вот наваливаются на стол. Что происходит? Они просто сокращают пространство для других людей. Они занимают собой очень много пространства, и в их компании не очень комфортно всем остальным. Есть такая вариация, когда человек один локоть выставляет, ну, такая шахтерская поза, я ее называю, а второй рукой он ест, а вот этой рукой он себя поддерживает. Это тоже нужно исключить. Мужчинам вообще нельзя класть руки на стол, женщинам, ну, иногда можно локоточек все-таки поставить и как-то поправить прическу, например. Но не лежать на этом столе, соответственно, вот локти на столе ни в коем случае недопустимо. Дальше мы помним про свою осанку. Мы сидим не слишком близко, не слишком далеко, мы сидим таким образом, чтобы есть с ровной спиной, да, и мы несем ложку или вилку ко рту, а не рот к этому прибору. То есть не сильно наклоняться над этой тарелкой, потому что сразу же вот эта вот эстетика, она куда-то девается. Вот все должно быть красиво, поэтому мы берем по маленькому кусочку, да, чтобы на коленях лежала салфетка, если вдруг там что-то где-то упало, капнуло, чтобы не запачкать одежду. Ну, вот такие мелочи. Дальше рекомендации для мужчин. Обязательно обратить внимание, кто сидит рядом с ним. Обычно это дама, да, одна, а может быть даже две. Сначала мужчина ухаживает за той дамой, которая сидит справа от него. То есть правое место — это всегда почетное место. Поэтому прежде чем он что-то положит себе в тарелку, он должен предложить это даме, которая сидит справа. Если у дамы, которая сидит слева, нет своего кавалера, да, он ухаживает за обеими. Ну, подливает напитки, подает что-то там, все время спрашивает. Да, это внимание, хотя бы минимум. Да, это обязательно нужно делать. Тогда он может считаться галантным. А женщина что должна помнить? Например, бывает такое, что женщина может подкрасться за столом. Допустимо ли это? Никогда и ни в коем случае. Это все мы делаем в дамской комнате. Кстати, вот слово «туалет» в ресторане лучше тоже не произносить. Да, это такое грубое слово, и мы говорим «дамская комната», когда даже вот у официанта просто спрашиваем, где это место. И всю красоту мы наводим там. Это и волосы, это и макияж подправить, и еще что-то. И также зубочистка тоже используется только там. Никогда не за столом. Ни вот так, не отвернувшись, ни как-то по-другому. Это не тот предмет, который можно использовать за столом. Это всегда некрасиво. В ресторане что еще нужно помнить? Например, во время танцев. Есть ли какие-то правила, да, как нужно себя вести? Ну, таких правил... Ну, во всем присутствует здравый смысл, да. Ну, понятно, что как-то вот кавалер приглашает даму. Она может согласиться, может отказаться. В этом нет ничего. Ну, бывает ведь настаивать начинает. Ну, давай, идем дальше. Ну, настаивать не стоит, конечно же. Вот, ну, а там наши современные танцы не отличаются сложностью в основном. Главное быть тактичным. То есть не создавать таких ситуаций, когда другому человеку с тобой некомфортно. Да, не быть навязчивым, не быть грубым. Не ставить человека в неловкое положение. Уметь что-то не заметить, на что-то не обратить внимания. Даже если ваш кавалер оказался не очень ловким, наступил вам на ногу, еще что-то сделал, то, ну, все сопровождается улыбкой. Мы стараемся сохранять спокойствие и не впадаем в какие-то истерики, не делаем замечаний на право и нырях. Вы знаете, Александра, на самом деле, когда говорят о правилах этикета, сразу же почему-то переносятся в ресторан. Видите, и я тоже не исключение. Я начала именно с ресторана, именно с застолья. Но давайте все-таки к нам в дом придем и поговорим о том, как нужно вести себя дома, если мы в позиции хозяев, например. Вот приглашаем мы гостей. Что мы должны помнить? Мы должны помнить о том, что гость может прийти немножко раньше указанного времени. Гостям я, конечно же, не рекомендую это делать, потому что мы всегда ставим таким образом хозяев в неловкое положение. Они там что-то еще не доделали, да, еще даже может быть... Не опоздают гости, бывает и такое ведь. Да, я не раз попадала в ситуацию, когда хозяева еще, они даже не присутствовали. Но это не всегда было дома, они могут пригласить куда-то в ресторан, допустим, тот же день рождения, да, и они приезжают сами позже назначенного времени. Вот это, конечно, нужно учитывать, что гость может прийти раньше, ну и хотя бы минут за 15 уже быть готовым и стол приготовить и все прочее. Смотря о каком застолье мы говорим, конечно же, если мы будем рассматривать идеальный вариант, то прежде чем соберутся все гости, нужно приготовить так называемый аперитив, да, это то, что следует до основной трапезы. Это какие-то напитки, которые помогут разжечь аппетит, да, какие-то небольшие закусочки, пока гости будут собираться, чтобы они не просто стояли, да, а чтобы они уже чувствовали себя комфортно, свободно, чтобы они могли что-то выпить, закусить, пообщаться друг с другом. И информация для гостей, когда вы принимаете приглашение, когда вы приходите, вы берете на себя обязанность создавать атмосферу праздника, да, то есть если вы закрытый человек, неразговорчивый, у вас просто плохое настроение, да, то вы, принимая приглашение, не имеете права сидеть с тяжелым лицом и как-то вот поглядывать из-под лобби на присутствующих. А раз уж вы здесь, то вы должны помочь хозяйке все-таки создать этот праздник, общаться с другими, как-то вот подыгрывать хозяйке и так далее. Хозяйке не нужно просить гостей что-то делать по дому, там, что-то принести, нарезать, помыть. А если предлагают, часто приходят, да, и подруги, например, или там даже мама. Ну, смотря, да, смотря в каких отношениях вы с конкретным гостем, если это мама или близкая подруга, и вы совсем не успеваете, то, конечно же, вы можете воспользоваться их помощью, но вообще этого делать не следует. Все-таки, если человек понимает, что он не справляется сам, он должен взять какую-то помощницу себе, и часто наши хозяйки, они допускают такую ошибку, они забывают, что они хозяйки, и они превращаются в обслуживающий персонал. Они никак не могут сесть, они начинают носиться туда-сюда, там, принесла, унесла. Очень знакома. Вы знаете, я думаю, что не только мне. Ее никогда нет, она всех обслуживает, и это, конечно, очень плохо выглядит. И сами гости чувствуют себя не очень комфортно. Суета ненужная создается, правда? Да, поэтому, конечно же, лучше приготовить все заранее, чтобы оно уже было на столе, и либо кого-нибудь пригласить, чтобы человек как-то помог в этом случае, потому что хозяйка должна за столом присутствовать. А стоит ли проводить какие-то игры, и какие беседы, в принципе, нужно вести? Ну, в частности, за новогодним столом. Ну, не только за новогодним столом, это правило общего застолья. Всегда есть запретные темы, которые мы не поднимаем за столом никогда. Их пять. Это политика, это религия. Эти две темы, как никакие другие, провоцируют конфликты. Всегда найдется человек, у которого кардинально другое мнение, и начинается спор, полемика, и часто заканчивается не очень хорошо. Особенно сегодня, да, в нашей обстановке. Да, поэтому этих тем лучше избегать, даже если вас провоцируют, задают вам вопрос, за кого вы голосовали, например, да, то не продолжайте эту тему, не развивайте. А как правильно уйти от нее? Ну, первое, что я рекомендую делать, достаточно улыбнуться и дать понять человеку, что вы не одобряете этот вопрос, да. Он должен, улыбка должна быть такой, чтобы человек понял, что он не туда немножечко пошел и постарался как-то тему поменять. Либо вы сами ее меняете. Он вас спрашивает об одном, вы начинаете говорить о другом, да. Ну, элементарно о погоде за окном. Какой пошел снежок, посмотрите-ка. О который там сейчас час, да, например. Вы даете человеку, ну, вы не ставите его в неловкое положение. Если он очень настойчиво продолжает задавать все тот же вопрос, да, то вы, конечно же, так лаконично сообщаете ему о том, что вы не расположены в данный момент говорить на эту тему. Вот и все. И раз вот такими вот какими-то плавными движениями вы не можете его увести с этой тропы, то просто его нужно поставить на место, но ни в коем случае тему эту не развивать и не вестись на эти провокации. Политика, религия, какие еще эти темы? Следующая тема — это деньги. Вообще навсегда рекомендую забыть вопрос «Сколько?». Сколько это стоит, да, сколько вы зарабатываете, сколько вам обошлось там то-то и то-то. Вот это вот «Сколько» просто мы не обсуждаем никогда. Что «Сколько» стоит — не нужно. Четвертая тема — это здоровье. Это особенно актуально для Одессы. Никто, как одесситы, не любит рассказать... Что, где болит? Да. И пересказать всю свою медицинскую карту. Этого делать не стоит, да. Если вас спросили, как самочувствие, хоть бы вы умирали два часа до этого, вы говорите «Спасибо, все хорошо». Если вы болели и об этом знают, вы говорите «Спасибо, лучше» и так далее. Но никогда вы не рассказываете, что, где, что вы пьете, какие лекарства вам выписали, как все дорого сейчас, да, и так далее. То есть никому это на самом деле не интересно. И особенно за столом это не очень приятно, когда вы рассказываете о результатах своих анализов, да. Ну и пятая тема — это, конечно же, личная жизнь. То есть почему вы до сих пор не замужем, да? Когда уже появится у вас ребенок или второй ребенок, если у вас уже есть ребенок. А на третьего когда пойдете, да? То есть вот какие-то такие личные вопросы мы тоже не обсуждаем. У нас очень редко практикуется, но я все равно об этом скажу, вот чтобы все-таки создать общую беседу и чтобы не было за столом вот таких, знаете, между собойчиков. Потому что приходят люди, мало знакомые или совсем незнакомые друг с другом. Ну, приходят там, допустим, муж с женой или две подруги, два друга, коллеги. И как они приходят, так они и садятся за стол вместе, соответственно. И что получается? Получается в результате, вот как они пришли, так они и общаются. И вот этой общей беседы часто не получается. Поэтому у хозяйки есть главная задача — правильно их рассадить. И рассадка гостей — это целое искусство. Чтобы так они сидели, чтобы всем было интересно, чтобы у дамы был кавалер, не ее муж. Есть такое правило, что если люди прожили более одного года в браке, их никогда вместе не сажают. Их сажают либо напротив, либо вообще подальше. Ну, во-первых, у них будет возможность познакомиться с кем-то другим. Во-вторых, не будет таких моментов, когда жена мужу может сказать, «Так, тебе это нельзя, тебе этого хватит, больше не пить, больше не это». И вот возникают такие тоже разговоры. Ну, это знакомое же слово. Да, конечно. Да, либо когда коллеги, они могут быть... Ну, когда могут уйти в свою тему, да, профессиональную. Либо друзья и так далее. То есть есть светские темы, есть общие темы. Вот можете пример какой-то привести? Вот, например, есть пять запрещенных тем. А какие есть пять рекомендуемых? Ну, пять, пускай даже три будет. Ну, нельзя ограничиться тремя. Ну, например, как бы банально не звучало, я не говорю сейчас конкретно про застолье, это любая светская беседа предполагает, да, любимая англичанами тема, это, конечно же, погода. Ну, то есть банально, но это очень помогает начать этот разговор, да. Там, допустим, изменилась погода, или сравните с тем, как было в прошлом году, вот под Новый год, да, был снег, а в этом, посмотрите, дождь, и что же с этим делать, и так далее. То есть погода – это вот такая вот тема для разгона, можно сказать, да. Можно поговорить о путешествиях, например, вы откуда-то вернулись, поделиться своими впечатлениями, либо куда-то очень хотите, либо после Нового года вот вы куда-то собираетесь, да, и кто-то там же был, а кто-то где-то вот… То есть появится такой крючок, за который зацепится другой собеседник, и эту тему разовьет, да. Когда эта тема исчерпана, можно уйти в какие-то, например, новости неполитического характера, которые актуальны в вашем городе, да. Вот кто-то, например, приехал из каких-то знаменитостей, да, пошла какая-то премьера в театре, в кинотеатре, да, открылась выставка, например, в городе. Кто-то там был, кто-то не был, кто-то смотрел. То есть новости искусства, новости… Даже и не новости искусства, просто можно поговорить об искусстве. Это такая неисчерпаемая тема. Однако мы всегда так прощупываем почву, мы смотрим наши собеседники, для них это актуально, они сведущие люди в этом, или для них это не очень интересно, да. То есть мы сначала так по верхушкам, и во что-то углубляемся. Может быть, это какая-то читающая аудитория, группа людей. Надо помнить, что самому надо быть всесторонне развитым и поддержать любую тему, правильно? Ну, естественно, желательно. Чтобы быть интересным собеседником, нужно все-таки быть образованным человеком. Я видела, вы говорили немножечко о том, как… Видела, читала, да, о том, как вы писали, что сейчас вот энергию нужно восполнять и на 2017 год где-то встроить свои планы. Я не могу не спросить вас об этом, да, попросить дать какие-то рекомендации, потому что очень часто приходится слышать, что мы не ощущаемые праздники. А тем временем праздники проходят, но мы их сейчас не ощутили, мы их потом не ощутим, а потом будем говорить, ой, вот что-то вот прошло. Но, тем не менее, это праздники, и хочется этого самого праздника. Ведь, может, вы дадите какие-то рекомендации, как все-таки от себя убрать, устранить эти мысли об отсутствии праздника, а создать его? Ну, вы знаете, не нужно полагаться на то, что кто-то придет и создаст этот праздник для тебя. Вот есть некий дедушка в мороз, который придет, и вот эту вот атмосферу как-то волшебным образом создаст. Конечно же, мы сами хозяева своей жизни, и это нужно уже один раз и навсегда осознать, принять и что-то с этим делать. Что кому помогает? Я, например, проснулась утром в субботу и решила, так, все, мне срочно нужна елка именно сегодня и именно сейчас. Я собралась, поехала за елкой. Естественно, уже эти ароматы, которые наполнили дом, они уже создают какое-то настроение. Мне лично всегда помогает музыка соответствующая. У меня задолго я нашла в Ютьюбе такую радиостанцию, которая где-то месяц до Рождества, которая отмечается в Европе, как у нас отмечается Новый год, у них, конечно, Рождество, она транслировала вот такие вот рождественские, разные-разные, самые разные песни. И у меня вот практически все это время, весь декабрь работала эта радиостанция. Это действительно как-то... Мне жутко не хватало только снега за окном, потому что у нас были солнечные дни, и у меня вот уже такое практически новогоднее настроение. За окном посмотрю, а там солнышко светит. Вот такое было несовпадение. Вот так музыка, свечи, ароматы. Что у нас ассоциируется с Новым годом? Это какие-то хвойные запахи, да, это мандарин, грейпфрут, что-то вот цитрусовое. Можно зажечь аромалампу, если нет елки, если нет живых ароматов. Ну, то есть украсить дом, осязание, зрение, да, слух, вот это вот все, конечно же, очень включает. Начать готовить подарки, что-то себе загадывать, планировать какие-то. И напоминать себе, естественно, о том, что праздники пропустить нельзя, и свое настроение все-таки нужно создавать самостоятельно. Иногда улыбка все-таки имеет больше силы, чем вздохи, правда? Всегда. Спасибо большое, что вы пришли к нам. Я напоминаю, у нас в гостях Александр Казакевич, основатель и ведущий педагог в школе Красноречия Александр Казакевич. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Добрый день» на седьмом. В студии работала для вас Татьяна Милинко. Проведите праздники весело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин